всем привет снова здравствуйте из the brush 2019 погнали дальше изучать по вопросам пройдемся по саптулам вопрос решен спасибо опять же подписчику напомнил я забыл за кнопку shift когда у нас вот несколько саптулов как вот это все дело отключить так вот кнопкой не отключается вопрос решен shift оба на все отключается и нажимаем на саптул это уже решили на повестке дня остается у нас следующая ликбокс и короче вот это вот quicksave сохраненные где вот идут сохраненные именно работы модели их тут очень много и вот это дело надо как-то убрать единственное что я думаю попробовать удалить вот это все сохраненные папки именно в пик лоджик забраж 2019 попробую в следующий раз это дело по покажу возможно этот вопрос тоже отстанет так все погнали дальше продолжим разбираться в архитектурных формах и как нам в этом деле может помочь именно забраж 2019 но также и восьмерка и 2018 откроем модель которая у нас была по прошлому видео это второй будет способ вот такая модель по прошлому видео у нас получилось и как теперь можно сделать круглую беседку или допустим колизей да вот с помощью этой программы все это дело мы вот так уменьшим ну можно первое что назначить так вот поле группы замаскировать control w смотрим что у нас получилось одна поле группа и вот эти поле группе тоже сделать колонны можно тоже сделать поле группы control w ну это уже отдельно будет это дело можно разбить жмем сплит гоу сплит окей вот такое у нас получилось как всегда разбиение теперь будем пользу конечно же шифтом так все это дело отключаем оставляем именно один саптул вот это так что мы можем с него сделать немножко он у нас тут косяковый давайте его немножко обрежем именно вот это клип проект вот таким образом все это дело обрежем подкорректируем откроем крем рэк попробуем вот таким вот образом вот так вот немножко это дело подкорректируем все нормально control w одну поле группу назначаем все это дело так вот уменьшаем включаем смотрим что да где ставим ротацию появляется гизма теперь мы это дело все попробуем перевернуть вот таким вот образом зайдем в деформацию найдем найдем ротацию и давайте по иксу все это дело перевернем вот так вот даже нет пардонте включаем давайте move нажимаем нажимаем control и вот так все это дело перетягиваем ставим все это дело поровнее вот так вот получается получается 3 в эту сторону поставим и 3 давайте в эту сторону поставим вот такая штука получилась снимаем выделение получается 3 на эту сторону 3 на эту вот это центральная это середина так теперь все это дело попробуем перекрутить в деформации ротации по иксу так вот таким образом крутим ставим ротацию и вот этим кругом немножко подкорректируем сделаем поровней вот так вот вот теперь всю эту заготовку давайте так вот уменьшим в принципе ее можно сайзом в геометре уменьшить вот так вот делаем ее поменьше чуть-чуть вот так приближаем на них сопускаем ставим ротацию включаем настройку включаем band arc так и вот эту вот зелененькую штуку вот таким вот образом округляем ну вот что то в этом духе получилось теперь опять давайте все это в деформации перекрутим опять же по ротации по иксу только в другую сторону вот так вот и с помощью ротации отключим вот этот band art гизма 3d включим и вот так с помощью гизма немножко подкорректируем чтобы она у нас ровно была вот так вот вот так вот вроде неказистое вытянутая да но это не проблема жмем геометрии и вот по z пардон не по z вот получается по y вот так мы это все дело вытягиваем вы видите что ровненько все прикольно классно так следующее наше действие это колонны опять же shift отключаем переключаемся на нижнюю модель и включаем вот эту вот штуку вот такая штукенция у нас получается можно даже верхнюю часть включить вот так вот с помощью мов все это дело подогнать вот так вот давайте оставим одну колонну вот так эту выделим нажмем ctrl w и разобьем колонны наверное на саптулы опять grow split вот 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 образом в геометрии после обрезки надо нажать модифит апполоджи так это close house вот таким образом и немножко обрезка вот это дело которое осталось после неправильного маскирования прибрать так все нормально получилось вот такая штукенция вот вот теперь эти колонны нужно именно вот так вот устанавливать именно вот по этой стороне а это уже зеркалкой можно сделать так давайте посмотрим как это можно сделать вот так вот 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 так вот в принципе хорошо она стала теперь все это дело вот так вот поворачиваем ctrl и вот так вот вытягиваем ну и теперь кругом немножко его корректируем и вот так вот выносим смотрим вообще что тут получается еще немножко подкрутим вот так вот и вот так вот это все дело установим опять же все это напряжено конечно снимаем вот так вот control и смотрим постоянно смотрим чтобы у нас здесь все более-менее попало включаем ротацию и попробуем подкорректировать вот так вот что-то в этом духе получилось снимаем выделение маскирование так опять же включаем move и немножко их тут вот так вот корректируем ну в принципе что-то вот такое вот получается теперь ставим вот в такое положение опять же жмем control и перетаскиваем уже эти две модели вот так вот устанавливаем крутим ротацию так установили и продолжаем все это дело вот так вот делать а и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Теперь с помощью мох давайте попробуем все это дело выровнять, подкорректировать. Вот так вот. И снимаем выделение. Вот такая штука получилась. Теперь нужно немножко его уменьшить. Вот так вот. И с помощью мох можно даже гизма включить, откорректировать по колоннам. Вот такая штука получается. Так, ну у нас есть еще нижняя часть. Давайте опять же шифтом отключим все саптулы. И переключимся вот на эту нижнюю часть. Опять же сделаем ей геометри и модифитопологик лосхолс. Вот такая вот штука. Опять же перевернем ее в деформации по ротации по X. Вот так вот. Немного ротации тут подкорректируем. Вот так. И передвинем немножко вот в эту сторону. Выровним, посмотрим как установился. Так. Ну и теперь опять ротация, опять же настройка BendArc. Все это дело вот так прибавим. Ну вот такой круг получился. Можно его конечно было отдельно сделать. Вот это не заморачиваться, но в принципе пойдет. Так. Теперь переключаемся. Давайте вот включим эти два саптула. А этот саптул вот так вот вниз опустим. И немножко его сюда по центру подкорректируем. Ну и теперь, как всегда, Geometry, Size и вот эта вот прибавка. Теперь мы это дело все убираем вниз. Немножко все это дело здесь корректируем. Вот так вот. Ну и в принципе теперь если Ctrl нажать, то можно вот эту часть еще вниз опустить и прибавить ее еще больше. Так, пардон. Делаем Ctrl Z. И для текстур будущих можно сделать дубликат. Вот теперь дубликат опускаем. Вот так вот. Заходим в Geometry и это все дело еще прибавляем. Вот так. Ну и немножко делаем тоньше. Вот так вот. Ну и теперь можно сделать просто плоскую крышу. Сделаем опять же саптулы, чтобы... Ну давайте сделаем Append и добавим цилиндр. Переключимся на него. Сделаем ему Dynamesh. Вот так вот. Следом заходим в Size и вот это дело все уменьшаем. Потом это все дело делаем тоньше. И все это дело прибавляем в размере. И опять же делаем тоньше. Вот так вот. Так, ну а теперь подгонка. Устанавливаем. Немножко вот так вот уменьшаем. Опять же подгоняем. Вот так. И немножко вбок. Вот таким образом. И ставим наверх. Вот так вот. в деформации теперь можно все это сделать лишь вот так вот сделать помягче вид более-менее корректировать вот таким вот образом ну и вот с этими сводами можно поступить тоже с помощью маскирования вот так все это делая ставится маска вот так вот с этой стороны не забывайте эту маску убирать делать он прол и ну и с помощью мов можно все это дело вот так вот выводить вперед маска снимается вы видите что свод полукруглый прикольный здесь можно узоры добавить здесь тоже какие-то поверху пройти какими-нибудь плинтуса панели и так далее опять же опять же на что стоит обращать внимание это количество вот именно вот этих сводов чтобы они более-менее гармонично симметрично выглядели это все по архитектуре рассчитывается высчитывается вот этот диаметр высчитываются пролеты и так далее если кто-то хочет заморочиться сделать прям точную чтобы все по бокам она смотрелась классно допустим вот эти вот центральные колонны чтобы здесь не было видно они должны быть каждая колонна ну в принципе напротив друг друга тогда как будто она будет висеть в воздухе прикольный вид будет и так далее короче изучайте архитектуру кому интересно ну вот такой вот вариант все всем до свидания пока